Здравствуйте, мои дорогие. С днём рождения вас. Спасибо. С днём рождения. Спасибо, что не забываете. С днём рождения вас. От души, от всего. Дай Бог добра, здоровья. Две руки. Много улыбается и очень активен. Свежий, бодр. Впрочем, как всегда. В этот день Иван Петрович Шестаков принимает гостей. Много гостей. Одними из первых к нему пришли генеральный директор ТПП УРА «Нефтегаз» Олег Зацепин, мэр города Анатолий Иванов и представители профсоюзной и ветеранской организации нефтедобывающего предприятия. Вот, ребята, греха нечатый. Я не думал, не гадал, что я доживу до таких пор. А мне надо гадать, надо жить, жить, живее, живее. В 41-м, когда ему было 16 лет, Иван Петрович рвался на войну добровольцем. В 43-м, после ускоренных курсов наводчиков, попал на фронт. После окончания войны устраивается в столичную службу геодезии. Бороздит Югру, Ямал, участвует в картографических работах. Я вроде прискочить от радости хочу. Одного, во-вторых, как говорится, поздравляю. Я здесь, как говорится, на территории Шаима старше нефтяника нет, как и я. Мы по заданию Губкина сюда прибыли в 47-м году. 13 лет спустя Иван Петрович узнает о нефтяном разведочном бурении в Шаимском районе и переезжает в поселок Мулымья, где начинает работать в легендарной бригаде бурового мастера Семена Урусова. Их трудовые подвиги гремят на весь Советский Союз. Иван Петрович говорит, что очень счастлив, но особо выделяет два момента в своей жизни. Сначала радость у меня, как говорится, приехала экспедиция, как говорится, что же слаялась до этого. Потом радость, как говорится, приехали уже геофизики. Потом бригада урусова приехали в бурение, а фортан ударил. Две радости, как говорится. В этом году Ивану Петровичу исполнилось 92 года. Как и остальным работникам бригады урусова, этому человеку благодарны все без исключения жители Урая, особенно нефтяники. Это человек, который у истоков полностью вообще западно-сибирской нефти стоял. Можно сказать, что благодаря ему город появился? Конечно, конечно. Можно сказать, обязательно даже. Потому что ихняя бригада была. Поэтому никогда не будем забывать. Всегда будем уважать, любить, ценить. И будем всегда продолжать эту прекрасную традицию. Несмотря на солидный возраст, ветеран-первопроходец остается веселым и энергичным. Ивана Петровича знают и уважают все, как говорится, от мала до велика. Помимо генерального директора ТПП Ураянефтегаза и мэра города, с днем рождения его поздравили городские депутаты, кадеты, общественные организации и многие другие. Иван Петрович молодец. 92 года. Он такой бодрый, шустрый. Он еще интересуется общественной жизнью нашей. Он общается с кадетами. Вообще он жаловаться не привык. Человек военной закалки очень добрый, очень хороший. В общем, позитивный человек. Мы его очень любим. Он у нас один, единственный остался на наше предприятие, ветеран войны. Ну и куда же в такой день без общего фото на память? Весь коллектив телерадиокомпании «Спектр» присоединяется к поздравлениям. Пожелаем Ивану Петровичу крепкого здоровья и долгих лет жизни. Михаил Малеев, Александр Кашкин. Специально для новостей.